Всем привет, с вами Тед и Донни. Донни, он же Донателло. Кстати, можете считать, сколько раз я за это видео скажу слово Донни и писать ответ в комментарии. Вот такой вам квест. Но сегодня дела поважнее, чем обсуждать Донни. Донни это черепаха, и она сегодня нам понадобится, потому что с этой черепахой, с этой черепахой будет связан один момент. Один очень важный момент. Старкрафт в беде, и Старкрафт нуждается в нашей помощи. А онлайн в Старкрафте был 500 тысяч человек. И на данный момент, это уже конец сезона, то есть все, кто хотел же, поиграл, онлайн достигает 270 тысяч человек. Ребята, 270 тысяч это почти в два раза меньше, чем пару месяцев назад. Вот настолько скатился онлайн в Старкрафте. Но вам повезло, я, Тед и Донни черепаха знаем, что делать. Мы точно знаем, что делать, и нам можно верить. Форумы, форумы просто пестрят всякими проблемами. Все жалуются на то, что нет обновлений, новых карт, на то, что ладер сломан, там ММРы неправильно отображаются и все такое. Это небольшая, ребята, проблема, потому что скоро выйдет патч, скоро новый сезон, и я думаю, это поправят. Не поправят только одно, недовольство от всех тех, кто сейчас недоволен. Здесь можем вступить мы. Почему мне можно верить, и почему можно верить, что мой план обречен на успех? Итак, ребята, после вот этих видео, где я сравнивал Лига Легенд и Старкрафт 2, я сделал себе такую, типа, цель. Я сказал, что я через неделю увеличу подписчиков на своем канале на 300, где-то 400 человек. Я просчитал этот план, объяснил, как я буду его делать, и начал его делать. И через неделю я выпустил как раз-таки видео, в котором я рассказывал про свой этот план. Вот как раз-таки вот это видео, где я объясняю, зачем я хайпил, как это все назвали, ну и так далее. Суть в том, что немножко мой план провалился. Да, Доня? Доня считает, что он не провалился. По одной простой причине. Я увеличил канал не на 300-400 подписчиков, а больше, чем на 1000. Где-то на 1200-1300 за неделю. В общем, я понимаю, что делать. И я хочу, чтобы вы взглянули на пример вот такой вот игры. Игра Смайт, ребята. Игра Смайт. Там моба-игра в Стиме. Моба это вот как Дота, Лига Легенд. Там, где есть несколько полос, где бегут какие-то автоматические крипы, миньоны, неважно как их называть. И сражаются две команды, где каждый контролирует своего героя. Эта игра достаточно старая, которая вышла где-то вот в 2015 году. 2015 год, это был отличный год для выпуска. В принципе, нельзя было сказать, что Дота прям вот захватит весь рынок. Что Лига Легенд станет самой популярной игрой вообще, в принципе. То есть нельзя было точно сказать. И вполне можно было поконкурировать в придачу, что они делали другой тип моба. Это моба третьего лица. То есть мы управляем персонажем, как, ну, World of Warcraft, такой вид сзади, грубо говоря. И что примечательно, да, на запуске игра там, было в нее вложено очень много маркетинга, рекламы. И она имела свой вот онлайн где-то 22-23 тысячи человек. Что произошло дальше? Дальше все все равно уходили в более популярные игры. И онлайн упал до 12 тысяч человек, понимаете. 11 940 в 2018 году. То есть три года игра просто входила в стагнацию. И в 2018 году разработчики сказали, что, ребята, мы, к сожалению, ну, все, устали поддерживать этот проект. Мы оставляем серверы, игра будет работать. Но мы типа, извините, мы все, мы пока. Посмотрите, что произошло дальше. Дальше вот сейчас, в 2021 году, с Майкта, пиковый онлайн 31 тысяча человек. Больше, чем на запуске. При этом, прям вот здесь вот, тоже больше, чем на запуске, 27 тысяч человек было еще год назад. И что самое интересное, вот этот вот пик, вот этот вот пик, 27 тысяч человек. И к нему разработчики не имели никакого отношения. Понимаете? Вот такая вот штука. То есть, как сейчас в Старкрафте. Разработчики сказали, мы все, мы тю-тюм. И я знаю, как произошло, что Смайт увеличил свой онлайн в два раза. И теперь, в этом году. Вот в этом году, почему сейчас 31 тысяча пик? То есть, почему они просто почти в два раза увеличили свой объем от Старта? Потому что, посмотрите, в этом году уже, уже, у ребят контракты с Nickelodeon. У них там скины на Аватара, вот этого аниме какое-то. Новые персонажи пошли. Какие-то там геймконы, турниры, драконы. И даже, даже, ребята, контракт с черепашками ниндзя просто. Посмотрите, черепашки ниндзя Донни в том числе. Я почему взял Донни, почему его упоминаю в этом видео. Потому что Донни даже подписал контракт с Смайтом. И можно играть за Донни, ну, в эту игру. То есть, и за любую другую черепашку ниндзя. И, ну, это уже, естественно, разработчики организовывают контракты. То есть, эти дела им стало опять интересно. И они вдоволь занимаются этой игрой. Итак, я знаю, что нам сделать, чтобы спасти Старкрафт. Я знаю. И вам придется мне поверить и просто понять, что нужно делать вам. Что нужно делать конкретно тебе. Донни подтверждает. Нужно делать кое-что. То есть, Старкрафт сам себя не спасет. Нужно сделать пару вещей. И я вот сейчас вам объясняю гайд, что вам нужно делать. Естественно, все это не делается за день, за два. То есть, это же великая игра, десятилетняя история. Или сколько там, да, больше еще. Нам придется поработать, ребята. Нам придется поработать серьезно. Итак, объясняю. Ближайшие два месяца, то есть до июня, я буду конкретно, плотно делать какие-то ролики по Старкрафту и делать еще пару правильных шагов. Я буду прям стараться делать все, чтобы спасти Старкрафт 2. И что нужно делать тебе? Вот конкретно тебе, что нужно делать, чтобы тоже поучаствовать в спасении этой игры? Объясняю. Нужно просто брать и раз в день. Не обязательно самому это все делать. То есть, можно попросить друзей так делать, да. Можно всем вместе так делать. Заходить на YouTube, да. Желательно на моем канале поставить колокольчик, чтобы не пропускать. Ну, либо как минимум вот находить как-то. Находить. Вот выходит новое видео, мы на него нажимаем, да. То есть, вот на страничке домашней, вот здесь, мы нажимаем на мое видео. Оно открывается. Да, что делаем дальше? Смотрите. Дальше спускаемся, прожимаем лайк и смотрим видео до конца. Пока мы его смотрим, пока оно идет, Неважно, что происходит. Мы спускаемся вниз и пишем комментарий, да. StarCraft2, спасатели уже в пути. Я спасаю. Хэштег StarCraft2. И постим коммент. К этому моменту видео заканчивается. Смотрите. И в конце видео появляется у меня там черный экран и еще вот мои видосы. И ваша задача вот на этом черном экране найти что-то, что вам еще понравится, да. Либо даже не понравится, не важно. Например, такие, о, вот это про StarCraft, да, что-то там низкие АПМ. Жмем на него. И его тоже смотрим до конца. Все, да. Его посмотрели до конца. Дальше, ну, наверное, все. Это занимает в среднем у меня видео 10 минут дляться. То есть 20 минут уже выше крыши. Все. Вы сделали все, что можно для StarCraft, но нужно еще сделать кое-что. Нужно спуститься вот отсюда вниз, тоже поставить лайк, все как обычно. И спустившись вниз, Донни вот вам напоминает, нажать на канал вот сюда. То есть нажать на название канала, и вы перейдете на страничку канала. На страничке канала вам нужно найти вот эту вот вкладку. Она называется на русском Сообщество. Вы заходите во вкладку Сообщество, и здесь будут каждый день публиковаться вот такие вот какие-то опросики. И будут в опросиках ссылки, да. То есть вот будет написано что-то, можно за что-то проголосовать, поставить лайк, коммент, если нравится, не важно. Можно не ставить комменты никакие. Но нажать вот еще на это видео во вкладке Сообщество, да, вот оно, и его тоже долистать до конца. То есть это будет какой-то старый контент. Вот его мы берем и тоже долистываем до конца. Просто чтобы сначала до конца проиграло. Все. Три действия, ребята. То есть заходим на YouTube, смотрим видео первое, которое попалось мое. Потом в конце этого видео нажимаем на предложку, сразу же там вот, которые в конце предлагаются. Смотрим еще одно. Посмотрели, заходим на канал, в Сообщество, и кликаем на сегодняшнюю вот ссылочку в Сообществе. Все. Три видео, да. То есть в течение вот пары месяцев вам нужно всего лишь брать и заходить, смотреть три видео. Все. И мы спасем Старкрафт, ребята. Как я расскажу вам вот спустя, наверное, месяц, да. Через месяц я вам расскажу уже, в чем заключается план и почему мы это все делаем. И, естественно, если вы все это будете хорошо делать. Вот. Наверное, еще я и Донни расскажем вам, как вступить в наш черепаший клуб. А именно новые способы поддержать меня как контент-мейкера. То есть как спасти Старкрафт я рассказал. Теперь расскажу, как, собственно, можно меня еще поддержать. Кроме Donation Alerts, который есть, висит. И на котором идут сборы там на всякие вещички, да. Скоро на YouTube включится вот этот вот YouTube поддержка, не знаете, подписка. Короче, там будет высвечиваться вам постоянно эта штука в предложечку, наверное. Там на синюю кнопку нажать можно. Я думаю, знаете, разберетесь, кто знает. Вот. И можно будет там попасть в отдельный Discord сервер для подписчиков именно вот таких платных, в котором мы можем уже обсуждать больше именно контент, который будет делаться, где я буду давать какие-то инсайды, чем я занимаюсь. Вот, короче, ну, будут там более активны, чем в других Discord каналах. Потому что на своем сервере я так периодически появляюсь, ну, 50 на 50. Вот. Также есть вариант вот такой вот платной подписки на Boosty. Мне на Boosty, естественно, удобнее, там меньше комиссии, кому-то удобнее YouTube. В общем, как говорится, все для вас. Вот есть Boosty. То же самое, заходим, там как-то что-то можно нажать, несколько уровней, доступ на тот же Discord сервер. Собственно, вот два варианта подписки появляются на меня. Итак, все те, кто досюда досмотрел, мы с Дони вас, естественно, всех приветствуем. На секретной части нашего видео. Те, кто досюда досмотрел, действительно хотят спасти StarCraft. И вы действительно знаете, что я представляю, как это сделать. То есть, какие шаги нужно предпринять. Итак, почему вы сейчас видите Майнкрафт на экране? Все очень просто и сложно одновременно. Всю сложную часть я сделал уже, и мне в этом помог Дони. Дони. Вам остается сделать простую часть. В ближайшие пару недель у меня на канале появится стрим по Майнкрафту. Все, что вам нужно делать, это когда у вас есть возможность. Ребята, не нужно пытаться это сделать, если это вас напрягает. Ни в коем случае. То есть, только если вас не напрягает, вы берете и включаете этот стрим, чтобы он у вас шел. Да, то есть, просто открываете его в какой-то вкладке и пускай он висит. То есть, нам нужно на этом стриме по Майнкрафту держать онлайн. Вот. Почему? Вот все вот почему, зачем? Это сложно. И это я все уже решил. И, ну, расскажу через месяц уже, что, зачем, почему, как повлияло и так далее. Но сейчас самое важное, именно если у вас есть возможность, включайте его и пускай он идет. Да, на нем будет супер скучно, ни о чем на ужасно плохо, но это важно для Старкрафта. Вот. Ну что, на этом, как всегда, я с вами прощаюсь. Жмите на черепаху, чтобы подписаться, если еще не подписаны. Жмите на эти видосы, потому что это круто. Вы знаете, что круто жать на эти видосы после вот этого видоса, что вы только что посмотрели. А с вами был Тед. Всем пока. Продолжение следует...